Якуб Тикеев начинающий фермер из Карачаевского района. Животноводством он начал заниматься всего 4 года назад. Мужчина вспоминает, начинать было нелегко, но опыт и знания, полученные во время работы на совхозах, подсказали. Животноводство – перспективный бизнес на селе. Чем еще заняться, кроме животноводства? Развал же был, земли раздали, а куда деть? Сено косишь, корма собираешь, а куда деть? Надо хозяйство. Вот с этого и все началось. А начинал создавать свое хозяйство фермер с 30 коров, 50 барашек и 10 лошадей. Было и немного гусей, а также участок земли, на которой был пустырь. Но сегодня у Якуба Тикеева большая отстроенная ферма на 70 гектарах. Каждый день у фермера строго расписан. С утра до вечера проходит традиционный цикл работ. Уборка, подача корма, обход всей фермы. Хозяйский глаз нужен всюду, ведь живность нуждается в ежедневном уходе. Но самое сложное в фермерской жизни, говорит Якуб, это отсутствие выходных. В 5 часов подъем. В 5 часов. И в данное время, вот как раз охот, до 10 часов вечера. Бывает так, пообедаешь. Особо свободного времени зимой нет. Нет, не тяжело. Если все сделать по уму, то тежести нет. И бояться не надо. По словам Якуба, все, что сделано за эти 4 года в фермерском хозяйстве, добыто тяжелым трудом. Но к такой работе фермер уже привык и не жалуется. Сейчас главная задача – перезимовать и не дать животным потерять веси. Потому кормит фермер свою скотину три раза в день. Кстати говоря, к зиме в хозяйстве подготовились основательно. Запасов кормов здесь хватит до середины весны. Сено было около 700 тюков. Зерно, вон, вы сами видели, этот. Второй уже завоз. Еще завезем, если не хватит. Жом есть. На достигнутом фермер, конечно же, останавливаться не собирается. Панов у Якуба Текеева много, ведь его крестьянское фермерское хозяйство только развивается. Задача номер один – увеличить поголовье скота. На сегодняшний день у меня в хозяйстве 30 коров. Хочу сохранить и, если смогу добавить, сделать поголовье 150. Ну, дойнее желательно. Барашек 200 голов, ну, тоже удвоить надо. Чтобы реализовать все свои планы, говорит фермер, для этого нужно трудиться, не покладая рук. Пока фермерское хозяйство не приносит Якубу Текееву большую прибыль. А потому мужчина хочет обратиться за помощью в Минсельхоз, чтобы приобрести себе дойных коров и уже вплотную заниматься сбытом молочной продукции. Для него государственная помощь станет большим подспорьем, ведь в перспективе он планирует построить цех по переработке молока. Дарья Назарова, Мурат Кимрюгов, Архиз-24.